Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 851. События дня. 1 Коринфянам 15.17. И далее. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. За 14 апреля 2018 года. Дальше. Евреям 10 глава 26 по 31 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете, наказанием повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня анмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 6.4 Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние, как когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а произведящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Это вот так, Юрий. Юрий Соболев. Интересные данные нашел, Игнать Тихонович. Теперь становится ясно, научно ясно, чем берут еретики. Опять же, становится понятно, что недалеки от них в этом и те, кто ими увлекаем. Эффект Данинга Крюгера. Благодаря этому эффекту люди, которые знают мало, считают себя экспертами, а те, кто по-настоящему разбирается в теме, вечно в себе сомневаются. Человек обычно располагает не очень точной информацией о своих способностях и шансах на успех. Поэтому в своих оценках он стремится, опять же, к средним значениям. Когда он знает и умеет мало, он переоценивает себя, а когда уже действительно стал экспертом, недооценивает. Из-за эффекта Данинга Крюгера каждый таксист знает, как управлять страной, а именитые ученые делают свои выводы с кучей оговорок. Также этот эффект делает людей уязвимыми перед лицом лженауки. Хороший врач, который действительно обладает информацией и опытом, всегда во всем сомневается. Он назначит много исследований, чтобы подтвердить диагноз и никогда не будет обещать стопроцентной эффективности лечения. Зато шарлатаны от альтернативной медицины ставят диагноз за 15 минут и гарантируют выздоровление, их некомпетентность делать их очень уверенным в себе. И это, к сожалению, подкупает пациентов. Уверенность в своей правоте. Это когнитивное искажение человека. Думать, что он прав, если он достаточно уверен в своей правоте. И наоборот. В классическом эксперименте 1961 года Ученые просили людей прочитать слово и определить, есть ли в нем ошибки. После этого они спрашивали у участников, насколько те уверены в своем ответе. Оказалось, что люди, которые были на 50% уверены в своей правоте, ошибались в половине случаев. То есть они оценивали себя объективно. Те участники, что считали себя на 100% правыми, на самом деле давали правильные ответы примерно в 80% случаев. Те, кто оценил свою вероятность ответить правильно, в 25% на самом деле были правы в 40% случаев. Этот эффект показывает, что чрезмерная уверенность в своей правоте может приводить к ошибкам. В частности, излишняя самонадеянность медиков. Иногда выливаются неверные диагнозы. Так что, если ваш врач кажется слишком уверенным, есть смысл узнать второе мнение. Кавычки закрыты. Сергей П., дорогой Игнат Тихонович, благодарю вас за стихотворение и поучительные истории жизни. Я регулярно смотрю ваш канал. Если чем могу, хотелось бы помочь вам. Правда, компьютером владею как пользователь. По специальности историк, о которых все правильно говорите. Если чем могу, слово хотелось, почему-то ты замкнул, и сразу повернулся, и опять, а тут правильно ты считал, и опять заново читаешь. Ну ты одно слово такое повтори, а еще сомневаться. Это слово очень, никакой трудности нет, это не иностранное. Так, дальше. Не было бы семьи, так бы и жил. Писал статьи в газеты и краеведческие сборники, и копил грехи. Но в 2001 году Бог удалил из этой системы и положил зарабатывать деньги своими руками. Слава ему. Сейчас работаю приемом с датчиком груза и багажа на оборонном предприятии. Когда шалел... Все своими руками, тут еще никаких рук-то и не видать нигде. Когда шалелый и больной путник доберется до патриархии, добредет до патриархии, то ей, конечно, есть что ему предложить. Слава Богу. А далее Иисусова молитва. Причастие не реже два раза в месяц. Помощь храму во славу Божию. Чтение акафистов и псалтири. С 2002 года, читая по благословению по одной главе, «Понедельник» Матфей, «Вторник» Марк, «Среда» Лука, «Четверг» Иоанн, «Пятница» Деяния, «Суббота» Послание, «Воскресенье» Апокалипсис. То есть, всего из этого по одной главе. Благодарю Бога, что Он мне позволил учиться заочно в Иоанновском православном богословском институте. Сколько пользы от такого общения получил, особенно по Ветховому Завету и догматике. Однако, на старших курсах церковное законодательство, правила отцов церкви, подменяется лекциями Цыпина, сектоведения, наоборот, страшило как о ком-то, но только не о нас. Мы-то хорошие. Сердце чувствует подмену, а ум разобраться не может. Для чего это, Игнает Тихонович, говорю? Ваши слова на основании Слова Божия, а еще более дела, дают полноту всему существу. И понимания, как много, еще не сделал. Два вопроса. Первый. Молодой человек, 25 лет, только прочитал Джека Лондона и сразу взял за книгу к Паралипоменону. С чего ему лучше начать? Ну, с чего тут ему лучше это начать? Ну, считай, это по порядку Новый Завет. Так, как сказать, прочитал Джека Лондона. Почему с Паралипоменоном, непонятно. Так открылась? Наверное. Второе. Обер-прокурор Святейшего Синода А.Н. Голицын уже пытался утвердить в России библейскую религию. Не получилось. Почему? Ну, это религии Христос не приносил, она ей не нужна, ее утверждать не надо было. Это понятно. Надо уверовать во Христа и спросить духовное рождение свыше. Оно и не могло получиться. Да и зачем ему ужас, кукота смертная, когда человек это не любит. А когда человеку нравится это все, он будет изучать день и ночь. Александр Волобуев, Сибирский ковчег. Мы вчера там и были, там у них как фотосессия или что называется. И тут вот дается краткое содержание. Давай. Фотовыставка. Александр Волобуев занимается фотографией с начала 1980-х годов. С тех пор он успел поработать в городских и краевых газетах, принять участие в сотнях выставок разного уровня, вплоть до международных, а также получить немало наград. В 1990 году Александр Волобуев стал членом Союза фотохудожников России. С 1989 года важной страницей его творчества стала деревня Потеряевка. Православный проповедник Игнатий Лапкин создал на месте исчезнувшего поселения деревню, жители которой придерживаются традиционного уклада жизни и ценностей. Александр Волобуев запечатлел мирскую жизнь и быт жителей Потеряевки в разные годы. Проект Сибирский ковчег объединил лучшие снимки из Потеряевской серии за 28 лет. Валентина Сартисон Христос воскрес! Сила в правде, русские! Предсказательно! Гадательный фильм мне напоминает фильмы Галины Царевой. Вера основана на чудесах и благодатном огне, а не на Христе. Вот и горят храмы. Чаплин хорошо обсказал суть объединения патриаршего и монаршевого престолов политика Святой Руси в кавычках. Зачем засырять чат подобными фильмами? Кого и на что они вдохновляют? Виталий Калиников Судя по комментариям у Игнатия Тихоновича много друзей, хотя и других хватает. Сергей Козлов как всегда мой герой приводит обезоруживающие факты об отце Сергею Дудине и коалиции в комментариях под роликом. Этот попик служка патриарха ведущий миссионер МП. Этот ролик еще и еще раз показывает ответственный и основательный в кавычках подход к рассмотрению тех или иных вопросов МП. Опозорился лишь очередной волчара. Да коли Господи Исайя 5.20 горе тем которые зло называют добром и добро злом тьму почитают светом и свет тьмою горькое почитают сладким и сладкое горьким Валентина Сортисон Как же они надоели эти тупые блюда Лизы и подхалимы Виталий Калиников Братья и сестры оставьте свои комментарии под этим волчьим выпадом подкрепите их священным писанием Виталий Калиников Кстати Сергей полюбуйся его подходом к делу так же и с Сутерминым этот персонаж обошелся Тут понятно о каких говорится по мере не считай только Сергей и там Виталий Виталий вашу привязанность к Сутермину я не хочу обсуждать вы к нему неравнодушны это очевидно поэтому почти сразу я вам рекомендовал идти за советами к Инату Тихоновичу да и не нужно все сваливать в кучу то что он говорил о подходе Сутермина к толкованию правил я поддерживаю и привел вам его как пример или вы думаете я его поклонник или единомышленник в этом ролике был диалог с Сутермина Максимова в этом а тут написано в том от мухолета откуда выскочила в том ролике был диалог с Сутермина Максимова по нему можно делать какие то выводы или вы думаете я буду бежать защищать каждую его реплику по всем вопросам Елена один с плоской земли начал и чем закончил Виталий Калиников я говорил фамилии не считаю просто Виталий Елена вы снова хотите блеснуть интеллектом Сергеев но очевидно что вы опять зацикливаетесь на том что мы уже обсудили и пускаете все уже на пятый круг я верю не Максимову а диалогу Максимов Сутермин и его Сутермина видела в отношении к своей бывшей семье и попыткам разрешить ее ну и теперь насчет того как вы интерпретировали сказано мною слово привязанность из какой интонации вы это сказали можно сказать о вас многое Елена никак нет благовестуйте как брат Роман полезней Виталий Калиников Елена Инать Тихонович уже поставил точку вспомни мы не в церкви мы не в церкви Виталий слава Христу Сергей зачем в личку вам что-то непонятно аудиозапись пожалуйста не сбрасывайте тяжело через них общаться Виталий скажите Сергей что вы поняли обо мне обличите меня для пользы моей Сергей мне это зачем я разве ваш духовник да и вы не примете ничего идите к Инать Тихоновичу Виталий ясно все Сергей хорошо если так ведь по моему мнению все лежит на поверхности Валентина однажды я написал Игнать Тихоновичу в личку письмо с целью поддержать его во время каких-то нападок он в пух и прах разбил это слово поддержать сказав что он не нуждается в поддержке Виталий мы свои отношения должны высказать понятно истина то что Господь поборет давайте созвонимся в скайпе Сергей Сергей Валентина Валентине однажды я написал Игнать Тихоновичу личное письмо с целью перечисляться я я об этом я об этом же думал люди которые незнакомы с жизнью Игнать Тихоновича сами на него кидываются и ломают потом зубы чтобы о нем что-то говорить нужно хотя бы его биография основана на документах прочесть а не Блевотину собирать с каждого угла давайте созвонимся в скайпе Сергей у меня нет такой возможности пишите что хотели тут Виталий лично хочу Сергей ну хотите что уж там я не запрещаю если вы для меня сбросили я слушать уже не буду пишите Виталий для всех отошел Наталья за Игнать Тихоновича сам Христос стоит и кто встанет на пути праведника от него имени не останется Виталий хороший комментарий Наталья к тому ролику Наталья я не думаю что Игнать Тихонович в этом нуждается пусть люди сами сделают свободный выбор не все любят обличение вот и раскрыли пасть волчатники в этом не существуют tern intervention ты конец 3 стены апометрии Виталий. Я сам когда-то приткнулся из-за клеветы на Игнатья Тихоновича. Несколько лет потерял. Поверил клевете. Наталья. Когда человек имел истинное покаяние, дар от Бога, то все эти людишки и их мнение ни во что будет ставить. Надо со священным писанием и с молитвой все сверять. А того, чего в Библии нет, о том и рассуждать не надо. Виталий. У священника все же большой авторитет. Его слушают люди. Наталья. Мне с вас в моем мире кучу хлама выслал. Я даже не читала. Две фразы написал и все. Ни слуху, ни духу. Больше ничего не пишет. Его авторитет как мыльный пузырь. Его Господь сметет вместе со всем авторитетом. Пока живы. Лают. А когда будут лежать пластом, тогда и писка не слышно будет. Только стоны. Кто встанет против слова лживого Бога, оттого и мокрого места не останется. Меня тут только как не называли. И суниткой, и баптисткой. И как хочешь, и ничего страшного. Передвигайся. Со Христом везде хорошо. Потому что уверовал я по Евангелию. И эти все карканьи ворот меня никак не обижают. Живое слово Бога намного сильнее. Даже не можете представить. Сергей. Наталья. А где вы жили до Германии? Если не секрет, конечно. Опыт у вас просто очень интересный. Наталья. И в Греции, и в Италии, и в Молдавии, и в Стамбуле. Там у нас есть родственники с маминой стороны. У меня есть с чем сравнивать. Поэтому я верю Игнаю Тихоновичу. Потому что много своими глазами видела. Жаль, что я не знал Игнаю Тихоновича раньше. А то в Стамбуле и Греции могло бы получиться его благовестие намного лучше. Я бы собрала большую аудиторию. Так, пока встань со стулом, уйди вот сюда в сторонку. Я почитаю, пока она напьется. Голубка вылетела в сторонку. Вон туда, в стул. Иди, занимайся своим делом. Я один буду пока в сторонке сидеть. Виталий Калиников. Беседа братьев во Христе. Наш ролик сослался. Валентина Сортисон. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всю гляжу. Это четверостища из общего стихотворения Игнатия Тихоновича. От 28 мая 2002 года. Мне особо врезалось в память оно. На мой взгляд, как ничто иное характеризует его жизнь и труд. Вот видите, как люди рассуждают и видят рядом. Наталья Усатая. Хорошая беседа Сергея с Игнатием. Дети – это все и на детей большие ставки вообще. Если посмотреть на детей в разных странах, то они настолько разные, и их родители со своим мнением. Тот, кто имеет доступ к душам, не понимает, что творят. Я могу только их пожалеть. Благодарю Господа моего за то, что сохранил во мне евангельскую веру, живую, и не допустил никому корежить разум. И в этом вижу великую милость Отца Небесного. Евгений Сергеев. Да, он потрясающих стихотворений вышел Игнатия Тихоновича. Хочется сказать всем нападающим на него. Пример к себе своим воображением всю жизнь Игнатия Тихоновича Лапкина. А потом уже говори. Наталья. Сергею да поможет Господь донести до конца свой крест. Не ходит, но ради Христа делает больше, чем я с ногами и руками. О чем оскорблю всегда. Валентина Сортисон. Сергей лежит и смотрит в небо, А мы, как свиньи, ходим по земле, смотрим в землю. Дальше стихотворение. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищника меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом, стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, стрельба и яд петля не захватили. Враг не достал и встретил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их совещание по тайным кабинетам, моим паролем, кличкой, псевдонимом, пропитаны обклеены планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо, мимо их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, полагам, отвалам, исследовать святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мною дойк, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед, акриды, а штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. 28 мая 2002 года. Музыка и пение. Игра Виктора Савченко. На музыку, на гитаре. И указано, где вот. Включите, сразу услышите, когда там поется. Валентина Сартисон. Наталья, дети в разных странах одинаковые, ничем не разница. Все зависит от воспитания. Цивилизация и компьютеризация во всех странах одинаково развращающие влияют на детей. Наталья, у неверующих и есть, кто компьютеры вообще не пользуются. Тем детям даже интересно слышать что-то о Боге, особенно этого африканцев из Каны. Им настолько все интересно. Это даже хорошо, когда денег не хватает купить всякие игры и компьютеры. Но, как пойдут в садик, в школу, тут тупик. Всему научат, даже если будешь сопротивляться. Непонятно, как с этим бороться, Евгений Сергей Тушенко. Отдавать в Суворовское училище, там военщина, патриотизм прилепится. Отдашь в церковно-приходскую, там попы в башку промоют так, что потом в жизни не исправить. Бежать в тайгу тоже не вариант. Наталья, в Греции дети любят ходить на занятия воскресных в школах. Но если отец неверующий запрещает, то и тут тупик. Папа грек хочет видеть своего сына обеспеченным, богатым, чтобы утешаться и гордиться в старости. А бог на третьем-четвертом плане. В этом и весь вопрос. Я пыталась хоть как-то в семье, в своей, детей больше к богу привезти. Как пойдут в садик-то, так заставляют всякой дряни. Дети домой приходят и не хотят идти в сад. И что мне делать? Только молюсь и учу их. Вторая дочь никак не хочет с немецкими детьми дружить. Только с русскими. И тут тупик вызывает. И учат меня, как воспитывать. Мне приходится слушать или домой. Иди домой, опять молюсь. И что могу сделать? Только у Господа помощи прошу. Не знаю еще, как будет в школе. Тут вообще волосы дыбом встают. Наталья, это не только мой взгляд. Я и с мамами-мусульманками разговариваю. Ничего не сделаешь. В католические садики не берут. Потому что православное, ну хоть в школу-то взяли-то. Уже получше. Там хоть хочешь, не хочешь, а религию преподают. Сергей. Любят у нас католиков ткнуть носом в грязь. А сами половина их не стоим, сколько они для людей делают. Голубей запустил. Наталья. В школе даже дети-мусульман все без платков. Хоть если были бы, благодаря им могли и мои дети одевать платок. С ними легче отвоевать свои цели. Это хорошо, когда есть католические школы. И туда не всех берут. Я только в такую школу записал о детей. Там и крестик можно носить, и о Христе можно поговорить. Это большой плюс. Слава Богу. Такая школа. Пять минут от моего дома. И еще одну сейчас откроют. Все уже переполнены, и мест нет. Сергей. А уроки о сексуальном воспитании детей это правда или вымысел-то? Терпимость к садомитам и так далее. Просто у нас часто информацию в более ярких красках любят преподносить. Наталья. Да, это везде и в Греции. Тоже. А если не будешь отправлять детей на эти, то лишат родительских прав. Сергей. Кошмар. Наталья. У моих детей в группе новенькие девочки пришли двойняшки. У них две мамы, и это нормально. То есть с садомитами живут. Время пришло. Виталий. Да уж, сатана, видимо, развязан по полной программе. Дичь какая-то. Бежать оттуда не думали, или для вас это вызов проповеди? Наталья. Когда дети мои пошли в садик, все дети спрашивали, а почему ты носишь крест, и кто там изображен? То воспитатели сразу сняли и мужу, и мне сказали. Чтобы не одевали, но все равно одевала крестик. Виталий. Вот она, свобода от Бога. Это прямо как в совке в Советском Союзе. Зачем сейчас детей рожать? Наталья. Как я одна против такой системы в нашем приходе. У одной мамы мальчика забрали, ему 6 лет, и у нее сильная астма. Еле, как адвокат добился, что вернулся мальчик в семью. И вся церковь молилась-то, и эту мать чуть до инсульта не дошла. Игнатий. Мир вам! Спасибо, Господи, за ваши молитвы. Новый священник, к которому я ходил разговаривать за крещение, это не я. А, это Рустам пишет об этом. Сказал, что он нашел два места у нас в регионе, где можно будет мне принять крещение. Крестит бесплатно, по канонам. Более того, даже сам отвезет на своей машине. Мне очень повезло, что у меня такой духовный отец и наставник в Христе, как вы, Игнатий Тихонович. А там это просто ко мне обращается. Слава Христу! Роман Фроликов. Думаю, приобрести компьютер-сервер для хранения ваших материалов у себя и для раздачи всем через интернет. Сейчас российские власти заблокировали соцсеть Телеграм. Скоро до Ютуба доберутся. Надо сохранять с иностранных серверов на наши. Кто мне может посоветовать насчет покупки такого сервера? Виталий, зачем сейчас детей рожать? Наталья, как я одна против такой системы? Так. Наш батюшка с католиками говорил, но эта система финансируется огромными деньгами. Я как микроб. Дуну-то нету. Это у мужа надо спросить, зачем детей рожать. И других женщин. Женщина подчиняется и не властна своим телом. Виталий, а ты не подчиняешься? Наталья, впервые в Германии я почувствовал, что такое, когда нет рядом хоть какой-нибудь русской православной церкви. Я по Библии стараюсь. Сергей, Наталья, бежать оттуда не думали? Наталья, отвергнуть свое «я». Виталий, надо с мужем. Наталья, как бежать-то? Крылья кто даст? Виталий, исход из Содома. Наталья, тут тупик, надо молиться. Господь мне везде помогал и тут поможет. На него я уповаю и доверяю полностью свою жизнь. Виталий, вся планета семимильными шагами уготавляется огню. Сергей, а католики как-то противятся этой системе образования разложения? Виталий, у католиков среди попов тоже не все ладно. Наталья, против меня все, и муж, и друзья, и родители, и братья, для всех шизофреничка. Виталий, да уж, держись, Наталья, Христос нашего упования, все по Евангелию. И враги человеку домашние его. Наталья, да, они как могут тоже, но это бесполезно, закон есть закон. Слава Богу, можно и к католической церкви обратиться, среди них есть хорошие люди тоже. Благодаря католикам, я знаю, большинство семей из Сирии помогли им, чтобы не давили на детей-то, а то есть и патриоты, которые нас смехаются. Евгений, Сергей, патриоты немцы, Наталья, да, Виталий, патриоты гиены, Сергей, вы немецким свободно владеете, Наталья? Так это везде, что русские, что итальянцы, что арабы, турки, немцы. Всех объединяет только Христос, а не патриотизм. Нет, не свободно. Как-то не лежит на душе к языку, но скоро пойду на курсы, муж записал. Тут я только рада, можно поблаговествовать. На курсах люди из разных стран. Сергей, да уж, давно понял для себя, что земной патриотизм – это что-то на уровне сатанизма или, как минимум, язычества. Христианин должен быть патриотом только Небесного Отечества и поклоняться только царю царей. А мы живем в России и не ценим, что дает нам Господь. Церковь есть, войн нету, работы полно, может, и не богато, зато свободно относительно, язык родной, культура родная. Над Россией действительно Божья милость есть. Наталья, этого не ценит русский народ-то. Лучше в нищете, но со Христом и хоть какой-нибудь церковью. Так всегда, когда все видел, то понимаешь, что роднее своей России и русской души ничего нету. Но по духу мне нравятся и арабы, и христиане, и арамейцы, а сирийские христиане тоже так думают. Виталий, истинное родство во Христе, плоть не пользует немало. Наталья, и взгляды у них ближе к Евангелию. Мне нравится, как арабы на Пасху во все горло кричат, «Наша вера православная, самая правая, и нет никакого Бога иного, как только Бог Иисус Христос». Вообще, они очень сдержанный и терпеливый народ-то, но на Пасху раз в год им разрешают. А сирийцы вообще меня удивили. Три недели назад я была у них в храме, очень красиво, скромно, уютно, все в юбках, платочках, и женщины налево, мужчины направо, и в трапезной. Тоже так, никаких свечей, ничего не продается. У девиц в хоре отдельное одеяние белое-то, все закрыто, и притвор есть, и раздевальное. Сергей. У нас сейчас печальная ситуация в Российской Федерации. Молодежь на фоне западных ценностей и достижений в материальной сфере идет под откос. Смотрят на священца на Мерседесах с жирными рожами и смеются только над такими служителями. А попы еще учат, что пост телесный – это не так, и важно богатство – не грех тоже. Им бы пример настоящего христианина показать, как Игнатий Тихонович на своем примере. А где таких набраться? Посмотришь в телевизор-то, а там что не поп, то все о своем, да, о своем рассказывает. Если про Христа услышишь, то очень редко. Зато в народе у каждого своя вера. Буддизм с христианством и язычеством перемешаны. Такое ощущение, что нас больше только большое горе встряхнет и очистит от этого сна адского. Виталий, надо было заснять и нам показать, как там она о чем рассказывает, и чтобы это видел. Правильно говорит Виталий. «Наталья, хотела снять, но все так быстро, и дети не крещеные, надо было за ними смотреть-то, и в храм нельзя входить. И как назло, муж не хотел посмотреть, надеюсь, за детьми, но зато я побеседовал со столиком, с женщинами. От них есть чему поучиться. Даже послушные такие, служат мужу беспрекословно». Евгений. Ифтушенко, и Сергей. «Да, у них крепкая привычка». «Мусульмане и иудеи рядом сильно-то не разбалуешь. Удивительно еще то, что их перечисленность, численность-то ведь очень маленькая, а они пронесли веру в Иисуса Христа до сегодняшнего дня. Господа, Господь сохранил верных». «Посмотри, сколько, Владимир. Наталья, у них, если что, все пальцем будут тыкать-то. Это из рода в рот смотрят. Какие бабушки и дедушки были не просто, такое впервые встретила. Они, наоборот, ко мне все идут, им интересно, как я с ними говорю по-арабски. А мне с ними, они знают историю. Виталий Калиников. «У них не было жерновов совка». Наталья Усата. «Да, они живут все сплощенно. Ни в коем случае с мусульманами или их дети, они знают, это грех. И заиноверцы, и многое из канонов, о чем говорил ИТ, я слышал только от них. А что такое это? У них бывают случаи, хотят разводиться. Так все женщины и мужчины соберутся, и мозги вправят, и сохранят брак». Ну, пока сегодня все.